Добрый день всем продвинутым практикам, начинающим практикам и просто серьезно интересующимся магией. Я Александр Гелилах, практикующий маг и преподаватель магии в школе магии Sphinx Vision. Мы продолжаем по заявкам учеников и читателей серию ответов на элементарные вопросы, которую хочется озаглавить правильные ответы на неправильные вопросы. Собственно, одно из отличий продвинутого практика от полного новичка в том, что новичок зачастую даже не способен сформулировать правильный вопрос. Итак, есть такой распространенный вопрос, как понять, а есть ли у вас магические способности. И в общем-то вопрос этот умеренно правильный. Потому что в первую очередь хочется спросить, а зачем вам это понимать? То есть, если вам кто-нибудь скажет, у вас нет магических способностей, вы заплачете, убежите и пойдете до остатка жизни копать картошку или решать дифференциальное уравнение, маловероятно. А если вам скажут, что да, у вас есть магические способности, даже если вы собирались стать топ-менеджером, вы все бросите и пойдете в дальние горы учиться вызывать демонов, ну, тоже сомнительно. Итак, зачем вам этот вопрос? Вопрос, как понять, есть ли у вас магические способности, это актуальный вопрос для мастера магии или учителя, который по каким-то причинам ищет себе быструю смену, вот ему хочется отобрать себя очень талантливых учеников по каким-то своим причинам. Большая часть таких мастеров бывает именно в фэнтези, в реальном мире происходит иначе. И вот именно за каких-то целей он решил себе отобрать таких учеников. Ну, если он мастер, особенно из фэнтези, он как-то разберется. Но на самом деле попробуем ответить на этот вопрос, значит, то, как он интересует, то есть то, как он желает, то есть в той форме ответа, которую хотят получить, наверное, большинство наших зрителей. Итак, первое. Нужно пробовать что-то делать. Пробовать, как бы изучать, узнавать что-то о магии и пробовать делать какие-то магические вещи. То есть вы прочитали про какие-то техники, вы узнали про что-нибудь, попробуйте. Попробуйте кого-нибудь продиагностировать, попробуйте там что-нибудь элементарное вылечить, простое и безопасное. Пробуйте. Если вы попробуете и получится, это уже ответ. То есть, значит, если у вас получилось, вам не нужно узнавать, как бы, есть ли у вас способности. Второе. Возможно, что ответ на этот вопрос и так вам известен по каким-то, ну, понятным вещам. У вас развитая сенсорика и развитая интуиция. Вы предвидели опасности, вы всегда знаете, что у другого человека болит, вы хорошо чувствуете без всяких внешних признаков настроения других людей, вы как-то хорошо улавливаете мысли, вы хорошо чувствуете, куда надо прийти и найти желание. У вас повышенная способность притягивать желаемое к себе вот просто так, то есть, без научно объяснимых способов. Ваши пожелания сбываются, да, другим людям положительные и отрицательные. Вы как бы испытывали разные феномены. Ну, тогда вы знаете, да. Теперь, значит, предположим, вы попробовали и у вас не получилось. Ну и что? Возможно, то есть, то, что вы попробовали и не получилось, не значит, что у вас нет способностей. Множество людей, которых там приходили когда-то в спортивные секции, в секции единоборства, их неправильно тренировали, думали, что у них нет способностей, а потом, попадая к другому тренеру, получали прекрасные результаты. Главное, что я скажу, то есть, на, там, сказать, базе своего, там, многолетнего опыта преподавания, отсутствие способностей при наличии определенного уровня сознания, это не проблема. То есть, даже человеку, которого не было так называемых ярких способностей, способен их сформировать, если не развить, то сформировать, а потом уже развивать сформированное, за реальные промежутки времени. Вот. И из нашего опыта иногда люди, которые начинали вообще без какой-то базовой экстрасенсорики, они получали через несколько лет отличные результаты. Именно такие люди часто занимались, особенно с тщанием, а люди, у которых как раз определенные задатки были, часто через какое-то время бросали, или занимались несерьезно, или требовали к себе какого-то особого отношения, поэтому, если вдруг вам даже кто-то скажет, или вы решите, что способностей у вас нет, и не нужно, вот, чтобы они какие-то были, это, опять же, представление обывателя, если вы хотите учиться, так называемое отсутствие способностей не помеха. Отсутствие способностей в магии, это не как отсутствие рук для желающего учиться в баскетболу. Вот. Способности формируются. Вот. Ну. Вот. Думаю, что базовые ответы на свои вопросы вы получили. Мы будем рассматривать эту тему подробнее. Если вы хотите узнать больше, ну что ж, следите за новостями на этом канале. То есть это можно сделать волшебным способом, например, на него подписавшись. Буду рад вашим вопросам и комментариям. Всего волшебного. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...